Глава третья. 25 мая. Дорогой дневник, сегодня тоже никого не нашла. Ночью выключилось электричество. Аккумуляторы в грузовике пока держатся. Фонари с утра не горели, телефон временами показывает, что связь есть, но даже до автоответчика больше дозвониться не выходит. До свидания, всеобъединяющий информационный век. По крайней мере, пока все не вернулись. Но в самом деле, если все вдруг взяли и без допреждения исчезли, я не вижу никаких причин, мешающих им точно так же внезапно вернуться. Может, оно вот-вот произойдет. Может, это какое-то испытание. Не нами сделано это, само собой. Мы и одного-то человека исчезнуть заставить не могли бы. Не то, что всех разом. Может, меня просто во сне похитили, скормили какую-нибудь химию, от которой не то крыша едет, не то копыта вырастают, а потом засунули в масштабную копию города с доступом к резервной копии интернета вместо настоящего. Интересно, что проще. Если бы не ситуация «Крохотная лошадь», я бы решила, что симуляция, не слишком вероятно понимаю, но все-таки чуть больше похожа на правду. Добавляем лошадь и не знаю, что и думать. Если кто-нибудь ночью отвечал, колонки меня не разбудили. На этом уровне громкости, я уверена, что это невозможно. Странно было проснуться в кабинете директора вместо своей квартиры. Никогда бы не подумала, что придется провести тут ночь. Когда задумаю отсюда перебираться, интересно, где будет лучше поселиться? В Лос-Анджелес совершенно неподходящее место для жизни. Даже если миллионы людей, надеюсь, что людей, начнут стягиваться сюда со всей страны, климат тут совершенно не годится для примитивного общества. Акведук рано или поздно сломается, а дождя тут всегда хватало разве что на кактусы и мелкие коричневые сорняки, а Регон или Вашингтон смотрятся куда привлекательнее. Конечно, возможно, что никто никогда сюда не придет. В этом случае мне, кроме выживания, ничего не добиться. Сушеные консервированные еды в городе маленькой лошадке хватит на весь остаток жизни. Интересно, а сколько крохотные лошади живут? Обычные дотягивают только до 20-30 лет. Значит ли это, что мне осталось всего 10? Чем сильнее я осваиваюсь в этом странном синем теле, тем очевиднее, что оно не относится ни к одной разновидности лошадей, когда-либо живших на земле. Ноги гнутся так, что гимнасты бы обзавидовались. При ходьбе я совершенно не устаю. Ящик с консервами упал мне на ногу и не только не сломал. Мне удалось выдернуть ногу без особых усилий. Хвала Всевышнему, я не сломала ногу. Это меня точно прикончило. Докторов, понятное дело, нет. Все исчезли. А уж тем более ветеринаров с опытом работы с микролошадьми. Так, с этим названием надо что-то делать. Мне надо как-то называть вид, которому я теперь принадлежу. И раз никого, кто мог бы со мной поспорить, не наблюдается, как я назову, так и будет. А что-то меня уводит с темы. Пожалуй, стоит вернуться к последовательному описанию событий. Отключение электричества сильно поменяло мои приоритеты. В городе сотни супермаркетов, набитых овощами. Я небольшой специалист по этому телу, разве что овсяные батончики для него, судя по всему, не ед. Зелень, мясо и рыба в супермаркетах протянут еще несколько часов на резервных генераторах, а потом... А потом начнут портиться. Я, скорее всего, травоядный. На это указывает и реакция на даже слабый запах мяса вчера вечером и плоские зубы. И мне подумалось, что надо бы попробовать как можно больше разнообразных фруктов и овощей, пока они еще есть. По крайней мере, буду знать, что мне лучше подходит и что надо будет выращивать. А, черт, а с два я что-нибудь выращу. Я только в этой квартире три цветка заморила. Электричество для радио тоже важно. Но это проект покрупнее, не такой срочный. Поэтому я отправилась в ближайший гастроном. Натуральные продукты. Никогда не хватало денег там закупаться. До того, как все исчезли. Прогулка получилась куда приятнее, чем гробовая тишина предыдущих дней. Хорошо иногда вырваться из плотной застройки в центре. Если уж я собираюсь красть продукты. Я уж лучше украду лучшие, так ведь? Я долго жила в паршивых квартирах, что уже забыла, что растения могут расти прямо на улицах. Прошла мимо парка. Там даже настоящие птицы были. Летали, чирикали. Занимались какими-то своими птичьими делами. Это куда больше, чем случайно попавшаяся на глаза чайка или ворона, молча сидящая на телефонном столбе. Забавно, как это ужасное переживание, и даже потеря всего, что мне казалось, делало меня человеком, в части принадлежности к роду человеческому, напомнило мне о прошлом. Без коммунальных служб и жильцов, сбивающих гнезда с крыши. Все эти маленькие зверушки скоро начнут заселять даже те части города, где раньше была совсем пустыня. Вижу и слышу все больше признаков, что в Лос-Анджелесе живут бродящие животные. А обычно про них много не услышишь. Я за два года ни одного не видела. Зато сегодня попалось сразу много. И хвала небесам, что стоит такая жара. Те стаи, которые мне попали, старались соблюдать дистанцию. Похоже, что еды все еще достаточно. И у них нет повода гоняться за инопланетной лошадью по жаре. Может, думают, что раз я лошадь, то и бегаю быстрее, чем они. Кто их знает? Интересно, могу я бежать голопом? Микролошади вообще это умеют? И хочу ли я научиться, если умеют? Пожалуй, если в качестве альтернативы будет быть порваны на куски клыками размером с мое лицо, я выберу научиться бороться всем, чем природа одарила. Стоит упомянуть, похоже, мои органы чувств изменились. Слух улучшился очень заметно. Эти дурацкие уши двигаются не просто так. Похоже, знают, что от них требуется. И не требуют моего вмешательства. Правда, постоянно смахивают мне волосы и чертовы гривы прямо на глаза. Зато я могу точно определить направление на звук. Это помогло мне обойти несколько улиц, где по звукам стаи собак были поактивней, а в магазин я забежала, когда одна из стай, судя по всему, за кем-то охотилась. На кого могут охотиться собаки, когда они не охотятся на меня? Крысы? Другие собаки? Домашние питомцы? Или просто вламываются в дома и подъедают гниющие продукты по всему городу? Оно ведь все равно сгниет рано или поздно. Как я понимаю, Лос-Анджелес по сравнению с другими городами для крыс не очень удобен. Слишком растянут. Инфраструктура слишком новая. Так что их должно быть меньше, чем в Нью-Йорке или Чикаго. Боюсь, у местных псовых скоро закончится легкая еда. И они начнут искать тяжелую. На четырех ногах синевато-зеленовато. Интересно, как четвероногие травоядные борются со стайными хищниками, которые могут бегать почти так же быстро, как они сами. Ах да, табуны. Обидно. Их-то у меня и нет. Ненавижу длинные волосы. Не просто так они у меня в школе были короткие. Может, остричь, опрыскать, залить их гелем. Ну, что вообще люди делают с длинными волосами? И, коли уж зашла речь, с хвостами. Даже не могу решить, вся эта живность плюс или минус. Нравится ли мне чириканье настоящих птиц, или я предпочитаю гудки, автобусы и человеческие голоса? Пожалуй, я все-таки предпочитаю голоса. Мой собственный голос звучит совершенно ужасно. Совсем не похож на то, как он звучал до всего этого. Наушники в ушах не держатся, уши слишком неподходящей формы, да еще и непрерывно двигаются. Надо подумать о прищепках, чтобы не выпадали. Можно было бы использовать переносную колонку, но я боюсь, что она привлечет живность. Привлечь внимание кого-нибудь разумного проще, когда не приходится прятаться от стаи неразумных. Пожалуй, меня снова понесло. Так, сосредоточься. Двери оказались ожидаемо заперты. Этот магазин закрывается на ночь. Но вламываться мне не пришлось. Кое-что вломилось до меня. Возле магазина стояло несколько деревьев в катках. Катки для деревьев маловаты, но в каждой по нескольку сот фунтов грязи. Одна из них упала на громадную стеклянную дверь и расколотила ее в дребезги. Я уже говорил, насколько все двери теперь смотрятся здоровенными. Дерево было не очень большое, я, пожалуй, его смогла бы завалить, если бы хватило роста, чтобы хватиться за верхушку. Возможно, случился достаточно сильный порыв ветра, хотя не припомню, чтобы за последнюю неделю был сильный ветер. Зверье, скорее всего, рано или поздно начнет заселять человеческое жилье. Но вряд ли у них хватит ума, чтобы использовать дерево, чтобы проникнуть в магазин совершенно случайно набитой едой. Так что одно из двух. Либо случайность, либо еще один человек выживший. Я забралась в магазин, хоть и пришлось взять фонарик в зубы, чтобы что-то разглядеть. Либо в этом магазине вообще не было никакого запасного питания, либо оно было настроено так, чтобы питать холодильник, а не освещение. Ничто не указывало на то, что внутри уже побывали животные. Коробки целы, витрины не сломаны. Попробовала зелень и овощи. Сначала понюхала, потом как следует помыла. Результат получился, с одной стороны, ободряющий, с другой, малополезный. Похоже, что я могу есть почти все, что угодно. Зелень с большими листьями на вкус была особенно хороша, намного лучше, чем мне помнилось. Все попробовать не удалось. Чего-то требует много времени на приготовление отчета ловкости. Как, черт возьми, порезать ананас копытами? Покончив с этим, я нашла тележку и набила в нее вкуснятины, сколько влезло. Яблоки, морковку и прочие продукты, которые не сразу испортятся без холодильника, пока брать не стало. Надо не забыть вернуться и забрать их, пока кто-нибудь другой не опередил. С волками жить, поволчивать, да? Никогда бы не подумала, что зверушка размером с меня может столько съесть. С другой стороны, никогда не особенно не заморачивалась тем, что я ем. А сейчас любая еда вкусная. Но вот скажите, ведь не честно же, почему у меня не было этого чувства вкуса до конца света? У меня была бы пляжная фигура круглый год, что бы это ни значило. К счастью, дверь попалась из тех, которые можно открыть изнутри без ключа. Иначе вытащить мою добычу наружу было бы проблематично. Я привязал веревку к ручкам тележки, между прочим, подвиг, занявший почти час. А потом обмотал ее себе вокруг шеи. Ну, в принципе, получилось неплохо. Пожалуй, если мне придется много таскать, а таскать, если жить хочется, придется много, надо что-то придумать с тележкой. Такое, чтобы не норовило меня удавить на ходу и не дребезжало, как будто сейчас развалится каждый раз, когда надо перейти улицу. Весь нижний слой еды помяло уже через квартал похода. Я старалась держаться той же дороги, которая пришла, и не наткнулась ни на одну большую стаю, хотя вдали их было немножко слышно. Возможно, громыхание телеги их спугнуло. Пригодится в будущем, если это так. Интересно, это все бродячие, сбежавшие из домов? Наверное, то, что мне раньше не попадались бродячие собаки, последствия того, что они научились избегать людей и всего, что людей непосредственно сопровождает. Естественно, чем дальше я удалялся от спальных районов, тем меньше мне попадалось признаков присутствия собак. Возле гаража по-прежнему пусто и тихо. Скорее всего, собаки, которые тут жили, если они и были, откочевали туда, где трава зеленее. Не думаю, что они при этом перетрудились, кроме той зелени, которая у меня в тележке, здесь не растет ни листика. По крайней мере, с одним страхом сегодня покончено. Голодная смерть, судя по всему, мне не грозит. Это тело, судя по всему, способно переварить почти все то же самое, что я, наверное, могла, когда была человеком. Надо будет поэкспериментировать с зерновыми, а вот про молочные продукты скорее всего придется забыть. Даже если мне удастся где-то достать кур, держать их только ради яиц, будет скорее всего бессмысленно. Да и что мне делать с яйцами? Пироги печь? Лошади едят траву. Траву я не пробовала. Знать о возможностях тела, конечно, полезно, но не сегодня. Никогда. Пока есть другие варианты. У меня отобрали друзей, семью, даже мое тело, но я не отдам последние остатки самоуважения, которые у меня еще остались. Кроме того, скорее всего, ничего особо хорошего в траве нет. Большинство животных, которые питаются, тратят весь день только на еду, потому что пищевая ценность у травы очень скромная. У коров, насколько я помню, вообще 4 желудка. У лошадей вроде бы нет, но нет, никакой травы. Я достаточно падала лицом в траву, когда была в детской футбольной команде. Умышленно это делать я не собираюсь. Плюс, она, скорее всего, грязная и в ней полно насекомых. Может, если ее приготовить или сено? Знаешь, что нет и хватит об этом. Следующий шаг электричества. Я запустила генератор в здании, передатчику нужна энергия, да и холодильнику, в котором теперь хранится весь мой сегодняшний зеленый улов тоже. На самой малой мощности мне придется включать его раз в 6 часов, ненадолго, чтобы подзарядить аккумулятор и охладить холодильник. Откуда-то помню, что холодильники достаточно хорошо изолированы, чтобы еда внутри не портилась, даже если электричества нет. Главное, дверцу не открывать. Завтра, пожалуй, начну искать место для новой базы. Гараж, конечно, удобно расположен относительно ресурсов центра города и радио тоже в нем, но поддерживать его будет сложно. Если повезет, найду что-нибудь в пределах пешего перехода с солнечными батареями или еще с чем-то таким. Хвала Всевышнему за борцов за альтернативную энергию. А. Посткриптум. Попробовал нарисовать пейзаж вокруг гаража. Как? Нормально получилось? Глава четвертая. Двадцать шестое мая. Дорогой дневник, этой ночью у меня был странный сон. Тысячи и тысячи мчащихся лошадей в звездном поле, гром копыт со всех сторон. Чувствовала себя как Муфаса посреди стада антилоп. Не скажу, что была в восторге. А ведь если подумать, когда мир еще не исчез, я в этот дневник чаще всего сны и записывала. Тогда и люди были, с которыми можно было поделиться странными сновидениями. И интересная работа, чтобы отвлечься и о них не думать. Не скажу, что я не скучаю по тем славным временам. По крайней мере, пожары в отсутствии людей не начались. А то я этого опасалась. Хотя, может, где-то в менее везучих местах и начались. Может, где-то уже начался пожар от моря до моря. И рано или поздно он сожрет и меня, и все, что осталось от моей цивилизации. Меня загонят в океан, и все надежды на более-менее сносное существование исчезнут. А мне придется жрать траву. Поиски электричества этим утром увенчались скромным успехом. Заправив генератор бензином, я нашла журнал с предложениями по продаже недвижимости и полистала его на предмет домов, заточенных на заботу о природе. Не скажу, что никогда не мечтала заработать денег на дом. В имеющейся ситуации я, пожалуй, предпочла остаться в квартире. Зачем нужен дом, если не с кем разделить радость от его вида? Могу отправиться прямо в Голливуд и занять там особня какой-нибудь суперзвезды, и никто меня не остановит. Но смысл? Да и расстояние несколько кварталов я как-нибудь пройду. Но если отправлюсь так далеко, меня обязательно по пути найдет какая-нибудь зверушка. Если придумаю, как водить машину, может, все-таки направлюсь туда. Наверняка в этих домах можно найти много интересного. Но это потом. Сейчас мне надо найти местечко поближе к центру и с наибольшим разнообразием источников электричества. Конечно, возле залива было бы полегче, но и тут должен найтись немало вариантов. Стоят эти дома больше, чем мне удалось бы заработать за всю жизнь, но теперь это не имеет значения. Представь себе, GPS в телефоне отказался работать. Судя по всему, ему нужно подключение к сети или что-то в этом роде, а сеть окончательно сдохла. К счастью, в одной из машин в гараже нашлась дорожное GPS на батарейках, и я ее прихватила с собой в поход по ближайшим домам. Посетила несколько вариантов. В пригороде так же пусто, как и в городе. Никаких следов разумной жизни встретила только несколько енотов в лесу, обнюхивающую мусорный бак. Первый из многих завоевателей бывшей человеческой земли. Как и раньше, старалась передвигаться в самую жару, надеялась, что большая часть собак будет отдыхать в тени. Интересно, бродячие собаки и ночные животные? Не знаю. Я точно нет. Любопытно, могут ли крохотные лошади менять график сна, как люди, или мы устаем по часам? Обратите внимание на это мы. Фу. Иногда задумываюсь, может, то, что я какая-то непонятная инопланетная лошадь, на время вывела меня за пределы пищевой цепочки. Многие звери избегают нападать на человека, пока что не знают, что это такое. Рано или поздно придется придумать какой-нибудь метод самозащиты. Бегать я еще не могу, хотя за последние два дня ни разу не споткнулась. Лошади умеют легаться, знаю, но это не так-то просто, когда твоя глотка находится в непосредственной близости от зубов любого наземного хищника. Конечно, в ящике стола лежит пистолет босса. Но что я с ним делать-то буду? Рук-то у меня нет. Даже если мне удастся нажать на спусковой крючок зубами, я из зуба себе выбью и прицелиться толком не смогу. Может соорудить какой-нибудь упряж? Наварить на пистолет ушки, носить на плече. С ружьем может получиться лучше. Запах человечества тут еще силен. Крупные звери ко мне не приставали. Будь я человеком, хищники бы меня вообще не пугали. Разве что очень оголодавшие собаки. В Южной Калифорнии для подготовленного и осторожного взрослого человека опасности почти нет. Пальни пару раз в небо из дробовика, и даже собаки, скорее всего, сбегут. Дробовик мои маленькие копытца, пожалуй, снесет начисто, даже если я придумаю, как из него стрелять. Я, конечно, осторожнее некуда. Вот только размером с собаку и бегаю куда медленнее. Вполне вероятно, что какая-нибудь стая сможет зажать меня в угол, и последний выживший человек станет их завтраком. Может оно и к лучшему. Перспектива жить в мире, где поговорить не с кем слишком мрачная. Но посмотрим, как оно обернется. Впрочем, есть шанс, что пумы или койоты, или еще какая-нибудь гадость, доберется до меня раньше собак. Хм, жду не дождусь. Не сегодня. Сегодня мне попался подходящий дом. Современно выглядящее здание, в описании масса плюсов. У него не только крыша застелена солнечными батареями, а еще и установлена новенькая система хранения электричества от Теслы. Обычно подобные дома ночью питаются от общей сети. Еще один плюс. Вместо подключения к городской канализации используют отдельную бочку. Бить окна, чтобы влезть внутрь и осмотреться, я не стала. Представляю себе шансы без рук и лошади заменить стекло. Пробраться через ворота во двор было непросто, но зато боковая дверь гаража оказалась не заперта. Но странное чувство бродить по дому, который выглядит так, как будто в нем только что жили. На стенах высят фотографии престарелой пары, и скорее всего их детей и внуков. Сам дом выглядит весьма современно. Часть стен сделаны из стекла. Конечно, не на южной стороне. В Южной Калифорнии это самоубийство. Мебель куда лучше, чем у меня когда-либо была. И куча цифровых камер и других гаджетов. Конечно, это была не единственная причина, по которой я выбрала это место, а не какое-нибудь другое из книжки. Там были варианты с похожим энергоснабжением. Тут, кроме этого, может оказаться бассейн, джакузи и многоэтажный подвал. Цена? Чуть меньше двух миллионов долларов. Думаю, не надо говорить, что от меня они получили поменьше. Я нашла запасной ключ и забрала его с собой в мою штаб-квартиру. Мои поиски заняли большую часть дня, и переезжать ночью мне совершенно не хотелось. Не знаю, какие звери могут вылезти под закусить останками цивилизации ночью и знать не хочу. По дороге назад прошла через несколько знакомых районов города. Ни за что не угадаете, кто мне встретился на улице. Та самая соседская собака, которая меня чуть насмерть не перепугала в первый день в этом дурацком теле своим лаем. Он как-то выбрался из своего двора. Меня это не удивляет. Видела я, как собаки прыгают через заборы и копают подкоп. Повернула за угол на бывшей моей улице. А он же там бежит ко мне. Выглядел он похудее, чем в нашу прошлую встречу. И взгляд диковатый от долгого одиночества. Глядя на него, я опасалась, что он на меня нападет. Убежать от него у меня шансов нет. Если в драке его не напугают мои первые удары, быть мне песимужным. Впрочем, он не стал нападать. Рычал, скулил, подвывал, но не нападал. Просто остановился и уставился на меня, как будто хотел показать, что он настолько же одинок, насколько я себя ощущаю. Может, соскучился без людей? Не думаю, чтобы у собаки хватило мозгов догадаться, что я человек. А я человек! Какая бы причина у него ни была, голодный пес стоял и смотрел на меня. Бедняжка, здоровенный, выше меня ростом. Уж не знаю, что это за разновидность дворняги, но где-то в предках у него была хаски. У него глаза голубые, почти человеческие, как у хаски иногда случается. Пожалуй, даже более человеческие, чем мои. За неимением других альтернатив, да и мой опыт с собственной собакой помог, я попыталась с ним заговорить. «Знаешь, тебе не обязательно быть голодным. По дороге есть зоомагазин, мы наверняка там что-нибудь тебе найдем». Он не пошевелился, просто стоял и смотрел на меня. Я не побежала, а продолжила идти, как шла, мимо него. Он пошел за мной. Сначала в отдалении, достаточно далеко, чтобы я до него и дотянулась. Как будто боялся, что я его стукну. Когда я остановилась попить, он, судя по всему, понял, что именно я собираюсь делать, и подошел поближе, чтобы я могла вылить остатки воды ему в пасть. К зоомагазину мы подошли уже практически бок о бок. Прекрасный вид на все эти громадные острые зубы как раз на уровне моих глаз. Пожалуй, теперь я знаю, что такое дружить с волком. Пока мы шли, я с ним разговаривал. Не за тем, чтобы он мне ответил. Просто рассказывала, куда мы идем и какие у меня планы. Приятно с кем-нибудь поговорить, даже если не отвечают. Вломилась в зоомагазин. Господи, ну и вонь. Это не зоомагазин, это зоомавзолей. Куча маленьких зверушек, рыбок, мертвые в своих маленьких клеточках. Угнетающее зрелище. Скрыла большой пакет собачьего корма, подождала, пока мой друг наесся. Даже не знаю, почему показалось, что так будет правильно. Развернула большое лакомство в виде косточки, отдала ему. Ты когда-нибудь задумывался, как эти лакомства на вкус? Ужасно. Покончив с этим, отправилась домой. Думала, что сбежала, но пес увязывался за мной. Он больше не выглядит таким голодным, и дикость у него из взгляда пропала. Наверное, я бы смогла его прогнать, но даже если бы мне этого хотелось, с таким крупным зверем я бы ни за что не рискнула. В гараж он за мной не пошел. Не знаю, встречу ли я его снаружи завтра. Понятия не имею, как его зовут, поэтому назвала его Хуаном. Его хозяева со мной спорить не станут. Господи, как мне хочется, чтобы они были здесь. Даже если Хуану не понравилось его новое имя, протестовать он не стал. Интересно, может ли он читать мою мимику так же, как человеческую? Назад я вернулась на самом закате. Съела вкуснейший салат с соусами из комнаты отдыха. Соусы я спасла в первую очередь. И записала новое сообщение для радио. Включила туда адрес нового дома, заодно и то, что в следующие несколько дней передачи могут прерываться, пока я все не организую на новом месте. Оставила часть про то, как хочу встретиться и объединить силы с любым выжившим. Господи, надеюсь, что хоть кто-то еще остался. Мои дурацкие копыта болят от ходьбы под татуаром. Я не эксперт, но похоже, что они немного стерлись. Выглядят более гладкими, чем в первый день. Идея подков меня совершенно не радует. Одна мысль о том, чтобы прибить к себе что-то гвоздями, звучит ровно настолько же ужасно, как и в день, когда все это началось. Может, удастся найти детские ботинки и как-нибудь закрепить в них копыта? Думаю, главное защитить подошву от стирания бетона. Это, конечно, если мне вообще удастся обуться без рук. Как вообще возможен вид с достаточно большими мозгами, чтобы в них влез человеческий разум и при этом без отстоящих больших пальцев? Как это зверюга эволюционировала? Пожалуй, надо добавить этот вопрос в список к остальным вроде. Каким образом все люди на Земле пропали в один момент? Интересно, какой из этих вопросов сложнее? А. Постскриптум. Нарисовала Хуана. Он, конечно, мне не позировал. Рисую по-прежнему ртом, так что передать все его великолепие у меня не получится. Надеюсь, он не всегда будет выглядеть так голодно. Глава пятая. Двадцать седьмое мая. Дорогой дневник. Сегодня я начала трудоемкий процесс основания моей полупостоянной базы, колонии. Пока я тут одна, оба варианта звучат как-то не совсем правильно. Кто-то может спросить, а почему я просто не останусь в своей квартире? Господи, как мне хочется, чтобы кто-нибудь меня о чем-то спросил. Место там, конечно, вполне приличное, но оно не слишком практичное без поддержки городской инфраструктуры. Без людей никто не привезет мне еды с ферм, никто не очистит мне воду, никто не сгенерирует электричество. Все это придется делать мне самой. Интересно, какой срок службы у солнечных батарей? Хотелось бы знать, сколько народу надо собрать, чтобы не вымереть. Пятьсот? В мире вообще столько осталось? Или кроме меня никого? Хуан вчера вечером не пошел внутрь, но стоило мне выйти на улицу, как он немедленно меня нашел. Как и в прошлый раз, первым делом я нашла ему чем перекусить, на этот раз в соседнем магазине. Может ли собака переварить недельный данвенности сэндвич с уже подгнившим мясом? Оказывается, может. Впрочем, моя предыдущая собака любила закопать еду на пару недель перед тем, как выкопать и съесть, так что не слишком волновалась. Поехуан увязался за мной и сопровождал меня весь день. Хвала Всевышнему за это. Мне удалось заменить тележку из супермаркета, норовящую перевернуться и выбросить все свое содержимое, стоит ее неправильно дернуть или наткнуться на препятствие, на кое-чего получше. Прежде чем начать переезд, я заглянула в магазин игрушек и нашла там вагончик с высокими бортами и мягкой подвеской. Емкость у него, конечно, поменьше, зато он не грохочет так, как будто сейчас рванет, да и опрокинуть его куда сложнее. В магазине игрушек оказалось еще кое-что полезное, упряжь и уздечка. Игрушечный, конечно, сделанный из пластика для пластиковых лошадей, но размер у них пугающе подходящий. И небольшую нагрузку они вполне выдержали. Надо будет попробовать скопировать их из какого-нибудь более приятного материала. Нейлоновая веревка везде натирает, да еще и царапается. Много тащить не пришлось, все влезло в одну телегу. Большая часть моей одежды для меня теперь бесполезна. Может, в свободное время, если оно у меня будет, научусь шить и придумаю что-нибудь поудобнее. Как только добьюсь стабильности, безопасности и найду кого-нибудь для компании. День уже клонился к вечеру, когда я, наконец, отправилась в путь. Я знала, что отправляться в незнакомую и весьма пригородную часть города в это время не стоит. По мере приближения к дому Хуан все больше напрягался, как будто его взволновало что-то, чего я не заметила. Заметила только, когда из подворотни выскочила стая тощих дворняк. Стая небольшая, штук шесть, все меньше и слабее Хуана, даже на несколько дюймов ниже меня. Все равно достаточно страшно. Я думала, они на нас сразу набросятся, но они сначала нас окружили. Мохнатая колышущаяся масса острых клыков и когтей. У меня сердце колотилось, как будто сейчас лопнет от одного вида, а ведь был еще запах. Господи, я в жизни ничего такого не нюхала. Нет, собак я раньше нюхала, конечно, но никогда это еще не было так страшно. Почему Хуан так не пахнет? Вместо того, чтобы наброситься, они приняли слаять, рычать и издавать другие звериные звуки, как будто переговаривались. Даже не знаю, откуда у меня взялась эта мысль. Но как только взялась, я сразу обратила внимание на их движение. Было в них что-то странное, не похожее ни на одного известного мне хищника. Может, просто боялись Хуана? Он замер возле меня, явно готовый к драке. Если бы я даже могла драться, мне бы как минимум минута потребовалась, чтобы выпутаться из упряжи, и скорее всего собаки бы мои потуги восприняли как признак слабости, приглашение немедленно напасть. С ожидаемыми последствиями. Если бы дело дошло до драки, мне бы пришлось драться, не двигаясь. Вожак стая через несколько мгновений подошел поближе и вступил с моим новым другом в короткую схватку. Остальные просто стояли и смотрели. В основном правда на меня. Что-то мне подсказало, что вздумая вмешаться, и они тут же бы напали. Несколько секунд спустя вожак прорвался мимо Хуана и с пены на зубах бросился прямо на меня. К его несчастью, я была к этому готова, уперев задние копыта поплотнее в бетон. С координацией у меня пока не очень хорошо, но опыт впинания передними ногами уже есть. Ну как ты думаешь, как тот ящик себе на ногу уронил? В удар я вложила весь свой страх и адреналин до последней капли. В состязании зубов и копыт копыта победили. Псина, кувыркаясь, улетела на несколько метров, и когда ей наконец удалось встать и хромая удалиться, за ней остался след крови, выбитых зубов из кулежа. Остальные вскоре проследовали за ней. Так как дрался в основном Хуан, досталось тоже ему. Впрочем, ничего серьезнее, несколько неприятно выглядящих порезов. Всю оставшуюся дорогу он хромал. Когда добрались на конец, я вынесла аптечку и промыла ему раны. Честно говоря, ничего серьезного. Больше похоже, что собаки не собирались нас убивать. Я про собак знаю не так много, но ничего из нашей сегодняшней встречи не походило на обычное собачье поведение. Во двор Хуан заходить отказался, так что я вынесла ему все гниющее мясо из холодильника и попрощалась. Надеюсь, с ним там все в порядке. Все свои пожитки я сложила в одной из спален нового дома. Пожалуй, дом это слишком скромно. Небольшое поместье. Поразительно. Прошло всего пять дней, а я уже присваиваю себе все, на что взгляд упал. Чем-то это, наверное, похоже на всех этих животных. По всему Лос-Анджелесу наверняка стаи хищников заняты тем же. Но я-то больше не хищник вроде бы. Жаль, мясо всегда выручало в голодные годы. Запустить вегетарианское общество будет непросто, если, конечно, удастся вообще найти какое-нибудь общество. Кажется, я уже готова поверить, что это произошло со всеми. У этого варианта есть свои небольшие плюсы. Если то же самое произошло со всеми, значит, это не лично меня просто так выбрали, чтобы отобрать у меня все знакомые мне черты. Почему? Зачем кому-то это делать? Выборочно убрать людей, и, судя по всему, только людей, это намекает на разум и волю. То, что случилось с моим телом, еще больше все запутывает. Интересно, куда же все подевались? Я отказываюсь принять, что их просто стерли. Тел не было. Значит, их куда-то забрали. Так, значит, кому-то могут понадобиться все эти люди на земле. Зачем оставлять вместо них несколько лошадей? Водопровод, конечно же, больше не работает. Но у дома есть запасы в баке. Судя по всему, он расходовался на полив газона. Я выключил поливалки. Судя по всему, в дом вода из бака тоже поступает. Краны работают, при том, что больше нигде в городе не работают. Нашла ключ и перекрыла газ. Ловкости на перекрытие водопровода не хватило, пока не хватило. Надо найти какой-нибудь удобный инструмент для этих дурацких копыт. Что-нибудь помогающее хотя бы частично восстановить способность к хватанию и точной манипуляции. Надо этим, стоит подумать. Надо будет еще перетащить еду из холодильника в гараже. Упаковать ее в переносные холодильники будет непросто. Пожалуй, хватит описывать мои мучения совсем подряд. Просто знай, что мучения есть, и их много. Например, клавиатурой пользоваться так и не получается. Даже представить боюсь, какими большими должны быть кнопки, чтобы можно было точно попадать по ним копытам. Жаль, что не какой-нибудь безумный ученый придумал бы ботинок, по команде разделяющийся в механическую руку, которая работает не чуть не хуже настоящей. Я бы позвонил Тони Старку, не отрубись телефоны, если бы он существовал. Несмотря на то, что дом я выбрал за автономность, такого передатчика, как в грузовике, в нем нет. Проще всего было бы перегнать грузовик, но что-то мне подсказывает, что это будет слишком сложно. Как только разберусь с самим необходимым, обязательно первым делом попробую придумать, как водить машину. Но даже в этом случае на пикап я даже не мечтаю замахнуться. Может, удастся что-то придумать с детскими электрическими машинками? Заметила некоторые странности с этим телом. И все они намекают, что я неземная лошадь. Позвоночник, например, свободно гнется так, что по всем моим прикидкам должен сломаться. Я даже в кресле могу сидеть, как человек. Не слишком естественно, конечно. Естественно, это по собачьи, но без каких-либо неудобств. Силу мою измерить крайне сложно. Временами сил едва хватает сдвинуть тележку, а иной раз слегаю дверь так, что с петель срывает. По-прежнему не устаю, сколько бы ни работало. Но при этом, как только солнце садится, так меня немедленно, ненедержимо клонит в сон. Хорошо бы со всем этим показаться доктору, чтоб он-она поломали голову. Отчего так получается? Глядишь, он-она. И придумали бы, как бы мне получить свое тело назад. Потратила немного драгоценной воды, чтобы принять душ. Даже не знаю, как я пахну. Даже если лошадью, я понятия не имею, как должна пахнуть лошадь. Никогда лошади не встречала. Холодный душ — это ужасно, да и времени я в нем провела совсем немного. Хуже всего, что я в быту, все чаще использую для хватания рот. Но мылиться ртом! Увольте. В следующий раз приклею к мочалке палку. Или помоюсь в тазике. Как подобает твари неразумной. Завтра пойду по магазинам. Надо найти инструменты, чтоб перенести радио, да и более удобная одежда не помешает. Без рубашки я пока перебьюсь. Надо будет присмотреть шорты, которые легче всего приспособить, чтоб не сбивались при ходьбе. Не то, чтобы кто-то жаловался на мой недостаток скромности. Плюс одежда повышает шансы, что если меня кто-нибудь заметит, на меня обратят внимание. Заодно намекнет, что на меня не надо охотиться. Надеюсь. А. Возилась с портативным приемником. И на одной из частот заметила странные шумы. Сигнал слишком слабый, не разобрать, не определить, откуда он идет. Завтра возьму приемник с собой, попробую определить направление. Скорее всего, ничего интересного. Что-то залипло на передаче, когда все развалилось. Не стоит слишком радоваться. Итак, спать хочется. Темно. Продолжение следует... Продолжение следует...